В русском языке тоже бывает много удивительного. Кто догадался, как мы будем решать эту задачу? Русский существительный с суффиксом «ища». Я помню, что можно решить. Как ее решать? Нужно выписать ее в три столбика по родам. А, тут род везде одинаковый. Нет, рода, жара, крова, плава, крепость. Не, подождите. Ударение подчиняется некоторому общему правилу. На какие столбцы мы это поделили? На какой сокол падает? Где на суффикс, а где на основу. Хорошо, давайте каждый сам выпишет, где у нас на суффикс и где на основу. Кажется, вот тут как бы так. То есть, когда... Ну, в общем, понятно, что все они образованы в каких-то обычных... Да, они все образованы. И ударение приходится на ту же самую букву по номеру, что и в основном слове. То есть, когда ударение было на основу, то оно остается там же, на ту же букву, на основу. А когда ударение на окончании приходилось, то на первую букву суффикс. Да, то есть лапу... Но исключением лошадища вот этого... Стоп, 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 давайте проверять. Борода, бородища, проходит. Жара, жарища, проходит. Корова, коровище. Лапа, лапище, проходит. Крепость, крепостища не проходит. Выпишу слово крепость. Что это? По склонениям надо смотреть. Так. Крепость, третье склонение. Крепость, крепостища. И умножить три. Лошадь, лошадища. А пы? Еще множественное число. Лошадь, лошадища. Нога, ножище. Пы? Пы и пылище. Опять она у нас съехала. Рука, ручище, правильно. Сила, силище, совпадает. Скукота, скукотище, совпадает. Так, а эти почему у нас выпали в осадок? Множить три числа. Что множественное число? Ну вот, ножище. У нас еще есть. Ножище – это большая нога. Нога, ножище. Это не от слова нож. Это не от слова нож. Это от слова нога. От слова нож было бы ножище. Да, у него, конечно, родительный падеж был бы ножище, но это все-таки слишком изысканно. Можно описывать так, что это третье склонение, а можно описывать так, что у этих слов ударение снимается с основы. Смотрите. Крепость. У нас много крепостей. Крепостей. Ну, просто крепость. Ну, куда тут на окончание ударение упадет? Ну, тут нулевое окончание. Ну, на него не поставят ударение. А когда другой падеж, то там ударение может упасть на окончание. Лошадь лошадей, лошадьми, пыль в пыли. То есть можно описывать, что просто слова третьего склонения ведут себя так, а можно описывать, оставаясь в рамках ударения. И тот и тот вариант засчитываются как правильные. Вообще, на лингвистической олимпиаде действует такой принцип, что если ваше решение не опровергается материалом задачи, значит оно правильное. Что задумал автор – это его проблемы. Мы стараемся, чтобы так не было. Мы стараемся, чтобы решение было единственным. Но если вы сможете подобрать альтернативный способ описания, который тоже описывает все примеры и условия, и нигде не встречает противоречия, ну, нам придется засчитать. И мы засчитаем, да, запомним вам. Вот свое силище ударение… Сила силища. Сила силища. Да-да-да, это вот то правило, которое было сказано, что где ударение стояло, там оно и стоит. Борога – бородище, сила – силища. А скучище – это от скуки, что ли? А скучище – да, это от скуки. Вот тогда альтернативное. Вот оно и исключение. Потому что от скуки мы бы ожидали скучища. Ну или скучище. Скучище. Ну да, но в любом случае здесь куда-то удалось. Да, но ударение… Другое, скорее всего, под влиянием скукотища. Ну да. Вот. Таким образом мы нашли общее правило, да, и мы нашли исключение. Все, задача решена. Иначе.